Политические партии, выступающие за независимость Каталонии от Испании, смогут получить на предстоящих выборах 27 сентября абсолютное большинство в парламенте, что позволит им начать процесс отделения, свидетельствуют результаты опроса Центра социологических исследований, СИАЭС. 27 сентября в Каталонии состоятся выборы, которые власти автономного сообщества во главе с Артуром Масом называют плебисцитарными. В случае победы сепаратистки настроенной коалиции Джанес Перлесой, вместе с АДА, и партией кандидатура народного единства, КАП, они обещают начать в автономии процесс отделения, сформировать государственные институты, принять конституцию и провозгласить независимость. Испанское правительство не рассматривает эти выборы как плебисцитарные, настаивая на проведении обычных автономных выборов. Согласно исследованию, проведенному СИАЭС, коалиция Джанес Перлесой, вместе с АДА, получит 60 дефис 61 место в парламенте, еще 8 мест у кандидатуры народного единства, КАП. Для получения абсолютного большинства им необходимо 68 депутатских мест. Политические силы, выступающие за сохранение территориальной целостности Испании, при таком раскладе не смогут заблокировать начало процесса отделения Каталонии. Партия граждане может рассчитывать на 19 дефис 20 мест, коалиция Каталонии, на 16 дефис 17 мест, народная партия, на 12 дефис 13. В коалицию Джанес Перлесой входят левые республиканцы Каталонии, ERC, Демократическая конвергенция Каталонии, CDC, во главе с главой правительства Каталонии Артуром Масом, Демократы Каталонии, Движение Левых. Кроме того, эту коалицию поддерживают Организации Национальной Ассамблеи Каталонии, ANC, и Omnium Cultural. В начале сентября аналогичный опрос по заказу издания «Публица» проводил центр G.M. Ampersand-A. По данным исследования, сепаратистским силам удастся набрать 48,8% голосов, что при существующей пропорциональной системе позволит им получить 73 мандата. 27 сентября Субтитры создавал DimaTorzok